Сегодня я хочу дать слово прежде всего тем, кто, несмотря ни на что, продолжает с этим бороться, кто на своей собственной переживает все это, кто болеет за наш район. И первого на сцену я хочу пригласить, или не на сцену, может быть, внизу здесь выступать. Депутата районного совета депутатов Латвия Петра Алексеевича. Здравствуйте, уважаемые волоколандцы! Я немножко приболел, так что извиняюсь за голос такой. Но не мог не прийти на этот митинг, потому что я очень уважаю волоколандцев, очень уважаю волоколандскую землю и не хочу, чтобы мы опускали все ниже и ниже. Вернее, нас опускали все ниже и ниже. Опускают по всем направлениям. Начиная от того, что всех, кто работает у нас в муниципальных предприятиях, в администрации, постепенно оттуда удаляют. Их место занимают наши соседи с местного района. Они что, умнее нас? Лучше нас! У меня много знакомых там в Руси. Звоню, вот этот к нам пришел, то, ой, да его выкинули оттуда-то! Вот этот пришел, да его выкинули оттуда-то! И получается, что мы, оказывается, даже хуже худших. Я очень уважаю свой район. Я здесь родился и здесь помру. Уже дошло дело до муниципальных предприятий. Уже добрались до ритуала. Ритуал понадобился. Для чего ритуал нужен? Реформировать ритуал. Для чего его реформировать? Чтобы пропускная способность его увеличилась? Честно говоря, я вот обращаюсь сейчас к правоохранительным органам. Властям, местным жителям. Некоторые ходят и говорят, в ЛФХ-теле, вот нам очередной Майдан не нужен. И нам не нужен Майдан. Мы собрались, чтобы не Майданы здесь сделать. Но каждое неправильное действие власти можно решать путем нормального мирного митинга. И мы будем это делать. Согласно Конституции Российской Федерации, согласно закона. И никто нас не остановит. Как бегали тут, шуршали везде, запугивали. Нас не запугаешь. И мы будем выходить, вышли и все, не остановят. Потому что уже, господа хорошие, уже приперло. В прямом смысле этого слова. И дальше пути нету. Я не знаю, куда молодежь смотрит. Куда смотрят общественные организации. Нас нагибают и нагибают. Куда смотрит представитель по правам человека. Куда смотрят ветераны. Куда смотрят эти, какого. Женщины России, которые здесь у нас находятся. Организации. Где они? Вот где они? Вы мне скажите. Где у нас наши патриоты? Я живу всю жизнь в Волоколамске, но я себя патриотом не называю. Потому что патриоты, это немножко сейчас такое, довольно-таки такое слащавое слово. Я люблю Волоколамске. Жил, буду жить и помру Волоколамске. Но себя патриотом никогда не назову. Где патриоты, которые бьют себя в грудь? Где они? Вон снимают, стоят только. Патриоты. Так что, дело в том, что я еще раз говорю. По поводу, у нас отвратительная медицина. Что делается по этому? Да ничего. Прислали к нам еще одного гуся, который тут же опрохвостился, и его опять, вон он, в кандалах увезли. Ну, а кто ответит за него? Кто его привел, пусть ответит. Ну, ведь сейчас в МВД какая ситуация? В полиции. Если человека назначают, начальник отвечает за назначенного. Если он опрохвостился, значит снимают и его сажают, а начальника увольняют. Кто ответит за него? Тишина. И так по всем направлениям. Я еще раз говорю. У нас были и до этого варяги. Я помню еще те времена, когда вот эту площадь делали, 85-й год. Был Роденко, пришел, да, прислали нам его с Ногинска. Прислали. Но он с собой, извините меня, маму, тещу, сестру, зятя, брата, свата, соседа не приволок сюда. Пришел один. Да, вот мы еще по этой площади ходим, и этой площадью пользуются некоторые, которые здесь балаганы устраивают, которые устраивают шипито здесь, нам не хватало еще. Ярмарки вечные. И эти бестолковые, постоянные ярмарки. Кому они нужны? Никому они даже не нужны. Постоянные. Эти смены, смены наших жителей, которые стоят на тех или иных постах в районе. Чем они не угодили? Вот сейчас в администрации кто остался? Пришлые? Лизоблюдники, которые уже, как говорится, по барабану совесть, по барабану честь. Еще просто говорю то, что мы будем проводить эти мирные митинги всегда, и никто нас не остановит. По всякому случаю. Один неверный шаг в митинге. Неверный шаг в митинге. Это наше мирное, нормальное, конституционное право. Иначе уже просто нельзя. И пусть не думают, что за ним не смотрят. Смотрят! Еще раз просто хочу поблагодарить всех, кто собрался. Собралось-то немного, но это только, я еще раз говорю, это только начало. И мы будем продолжать эти митинги постоянно, пока не будет наведен порядок. А кто должен говорить порядок? У нас... Такая власть над нашим начальством. У нас... Дайте, подождите, еще скажете, выйдите сюда и скажете. Значит, у нас была прежняя власть. Да, они не сразу деградировали. Постепенно шла деградация, и вот к чему пришли, тому и пришли. А эти пришли, которые уже нацелены специально, чтобы развалить то, что осталось здесь. В прямом смысле этого слова. До мухов добрались. Сейчас на очереди наш дворец спорта. Тоже там какие-то уже коммерческие структуры уже там налаживаются передать. Ну что это такое? Куда мы катимся? Во что мы превратимся? У меня уже язык болит от этого. Я уже не могу, кто-то еще скажет. Так что извините меня, может, за эмоциональное высказывание такое, за выступление. Прошу прощения. Спасибо. Спасибо.